Иностранный язык с помощью новостей CNN. Ее участники слушали репортажи на английском языке, а затем отвечали на вопросы. Среди новостей студенты смотрели и те, о которых в России предпочитают молчать. Так, например, один из репортажей был посвящен разгону марша несогласных в Москве и Санкт-Петербурге. По мнению организаторов Олимпиады, просмотр таких новостей помогает студентам сразу и расширить кругозор, и изучить язык. Ведь, как известно, эту тему в российских СМИ предпочитают обходить молчанием. В данном случае участникам Олимпиады предлагали ответить на вопрос, с какими странами сравнил Россию Гарри Каспаров в своем интервью. Победителем нынешней Олимпиады стала студентка Политехнического университета Юлия Титова. Кстати, она уже выиграла и первую подобную Олимпиаду, когда еще училась в школе. Во-первых, я им показал сюжеты, которые они не имели возможности увидеть по российскому телевидению, разве что за исключением ТВ-2. Им это всякое должно быть интересно. Кроме того, им задается вопрос, что они думают на эту тему, мне просто интересно, что они напишут. Я тут не навязываю никакой своей собственной точки зрения, просто прошел сюжет, а марша не согласна. Напишите, что вы на эту тему думаете. Почему я учу немецкие политехи? Что еще там остается учить английский, как бы я не думаю, что мне политехи может дать какой-то хороший уровень, а немецкий может быть. Это невозможно. Я выбрала именно немецкий. Я подумала, что немецкий, может быть, мне там что-то не дадут хорошего. Хотя на деле оказалось, что не очень. То есть не тот, не тот? Да, не тот и не другой. До свидания.